МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый подземный рудник компании «Алроса» «Интернациональный» находится в 15 километрах от Мирного. Его сдали в эксплуатацию в 1999 году. Теперь ежегодно здесь забывают 500 тысяч тонн алмазной руды. Алмазы «Интера» уникальны по своим ювелирным качествам и особенно ценятся на мировом рынке. Чтобы их добывать, на руднике каждый год строят новые объекты подземной инфраструктуры. Уже несколько лет на самой верхней отметке «Интера» готовят к добыче подкарьерные запасы, самые богатые по содержанию алмазов залежи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Над нами находится карьер, затопленный водой. В объеме порядка 200 тысяч кубов находится вода. Для того, чтобы зайти и безопасно работать под этим объемом воды, количество находящихся, в свое время были подготовлены работы при закрытии карьера, и возведено бетонное перекрытие на дне карьера, под которое мы будем заходить именно с этой отметки плюс 85 метров. В 2011 году подрядчик шахтостроительного треста «Алроса» горностроительная компания «Шахтпроект» приступила к работам по возведению целого комплекса объектов «Горизонта плюс 85». Первым делом построили вентиляционный вспомогательный ствол. Сейчас я нахожусь на фоне копра вентиляционного вспомогательного ствола. Собственно, отсюда и началось строительство горизонта плюс 85 метров. То есть сначала был пройден ствол на глубину 350 метров. И от этого ствола уже при помощи также водевого подъема было начато строительство горизонта плюс 85 метров. Уникальность горизонта плюс 85 в том, что он построен не по классической схеме, а в обратном порядке, с выходом к скиповому и к литьевому стволам с горизонта. Таким методом проходку сопряжения между стволами на рудниках «Алроса» еще не выполняли. Мы вышли с нашего ствола, который прошли ствол ВВС, и пошли горизонтальные выработки. Все, которые выработки мы шли, они являлись довольно длительный период тупиковыми выработками. Это говорит о том, что и плечо откатки породы было довольно протяженное. Плюс, я бы сказал, даже главная трудность – это вентиляция, обеспечение вентиляции. Пока мы не сбились с клетевым и со скиповым стволами, у нас были трудности вентиляции, которые разрешились буквально в прошлом году, в апреле. И смогли обеспечить уже проектную схему вентиляции по горизонту. Сбойка горных выработок с клетевым и скиповым стволами потребовала от специалистов шахтпроекта нестандартных решений. Пришлось разбирать тюбинговую кресть, стенки действующих стволов. Работы спланировали так, чтобы не нарушать производственный режим рудника. Мы выделили порядка одну смену, одну смену, где работали подрядчики. Они вскрыли тюбинги на клетевом стволе сначала. Изначально были скрыты для того, чтобы можно было раскрытие горизонта. Когда были эти работы завершены, тогда были работы переведены на скиповый ствол. Там тоже производились работы по вскрытию без остановки производства. То есть мы как работали, сложно было, но тем не менее с этой задачей справились. На сегодня готова транспортная система околосвольного двора. С него и начинается развитие фронта работ и подготовка горизонта к эксплуатации. Для выдачи горной массы на поверхность шахтостроители проложили 630 метров рельсовых путей, смонтировали оборудование для обмена вагонеток. Важный этап строительства – проходка вскрывающих выработок. Так на руднике называются туннели, которые ведут непосредственно к рудному телу. Находимся в самом начале вскрывающей выработки горизонта плюс 85 метров. Отсюда до руды ориентировочной – это 400 метров. То есть здесь выработка будет служить для транспортировки рудной массы, породы. Здесь мы видим уже участок рельсовых путей проложен. Выработки, подготовки блока, камеры обслуживания самоходного оборудования. Ну и, собственно, дренажная насосная станция тоже на этом горизонте пройдена посредством этой выработки, из которой будем подсекать уже карьерные воды. По протяженности горизонт плюс 85 претендует на самый масштабный уровень рудника. За четыре года шахтостроители прошли и закрепили здесь почти 3,5 километра горных выработок и выполнили колоссальные объемы по бетонированию. Мы находимся в комплексе загрузки эскепа. Здесь производим обустройство этой выработки. Проходку прошли, теперь производим бетонирование, монтаж металлоконструкций. По объему это довольно-таки большие объемы, бетона очень много. В месяц берем довольно-таки, ну, грубо говоря, около 300 кубов по всему нашему горизонту. В сентябре 2016 года шахтостроители планируют сдать в эксплуатацию комплекс выработок горизонта плюс 85. И уже в следующем году горняки начнут добывать здесь руду из самых богатых по содержанию алмазов под карьерных запасов рудника интернациональный. В преддверии Дня Шахтера хотелось бы всем горнякам, которые трудятся под землей, пожелать наличие грамотного состава ИТР, чтобы не приходилось выполнять ненужную работу или переделывать достойную зарплату. и крепкой кровли над головой.